В последние годы появилось страшное понятие места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Даже в соцсетях в интернете стали появляться адреса ДТП с большим количеством жертв и пострадавших, чтобы не только привлечь внимание властей и сотрудников ГИБДД, а кардинальным образом обеспечить в этих местах безопасность движения транспортных средств и пешеходов. Все больше нерегулируемых пешеходных перекрестков с повышенным количеством ДТП оборудуются светофорными объектами. В течение 9 месяцев 2015 года построены и введены в эксплуатацию полностью 4 светофорных объекта в объеме 1,47 млн рублей на следующих участках. Это улица Новосибирская, остановка Путилина. На сегодняшний момент объект построен, происходит подключение к питанию и в ближайшие дни уже светофор в рабочем режиме будет работать. Улица 9 января, остановка общежития, объект полностью сдан, объект в рабочем режиме работает. Перекресток Березовой рощи Ломоносова, полностью запущен объект. И Березовая роща Тимирязева, это остановка Лобачевского, тоже объект сдан и объект функционирует. Также на сегодняшний момент завершено строительство двух светофорных объектов на улице Новосибирской. Это перекресток Новосибирская-Ростовская, так называемый Малый перекресток, и Большой перекресток Новосибирская-Ростовская, который уже в стадии завершения строительства. И в текущем месяце возможно подключение его к питанию, так что ждем, до конца месяца тоже в рабочем режиме будет перекресток работать. Также до конца месяца будет завершено строительство, осуществлен ввод в эксплуатацию светофорного объекта на Ленинском проспекте. Это уже граница с улицей Богдана Хмельницкого, остановка Суворова. Вообще на 2015 год предусмотрена установка 1250 дорожных знаков на сумму свыше 5 миллионов рублей. На сегодняшний момент, на 1 октября, выполнена установка 1000 дорожных знаков в объеме 4 миллиона 427 тысяч рублей. Также надо отметить, что в этом году за счет внебюджетных средств были построены три светофорных объекта. Это перекресток улицы Чебышева, просторная, пешеходный переход новый, который был открыт на Машмете. Вот в этом месте был построен пешеходный светофор. Он полностью построен, введен в эксплуатацию. Улица Сельская, это район Борового, остановка, так называемая, переулок Ангелиной. Тоже светофор сдан, светофор введен в эксплуатацию. И улица Ломоносова, остановка Яблоневый сад. Тоже светофор был в этом году построен, сдан в эксплуатацию и в настоящий момент работает в рабочем режиме. Кризис в экономике привел к резкому снижению доходов бюджета всех уровней, в том числе и в Воронеже. И поэтому мэр Александр Гусев очень обеспокоен ситуацией с финансированием программы безопасности дорожного движения. По какой причине мы не смогли поучаствовать в федеральной программе безопасности дорожного движения? Заявки были все поданы вовремя. К сожалению, на этот год на область не подтвердили абсолютно никакого финансирования. Ну, соответственно, область на город тоже ничего не... Плохо лаббировали. Ну, по нашей информации, это, к сожалению, большая часть региона... Давайте делать из этого выводы, пока идет заявочная кампания, в том числе еще и на федеральные программы, мы должны сейчас какой-то здоровый план взаимодействия с нашими федеральными коллегами выстроить, с тем, чтобы доказать им целесообразность выделения денег для Воронежской области и для Воронежа. Поэтому давайте готовьте, что нам для этого нужно. Если необходимо поехать в Москву, готовьтесь, у нас там есть представитель, договаривайтесь через него, она организует встречи. На 2016 год нам крайне необходимо участвовать в федеральных программах, потому что, к сожалению, наши возможности бюджетные будут весьма ограничены. Продолжение следует...